Мой Пушкинский Мой Пушкинский – это то место, где мой замечательный отчим Николай Двигубский, прекрасный художник, имел возможность рассказать мне о живописных полотнах не просто сухим языком экскурсионных лекций, а как человек яростный, как человек заинтересованный. И его рассказы остались навсегда, наверное, в моей душе. Но в первую очередь это очень уютный и такой человеческий музей, потому что иногда музеи столь громадные, они прекрасные, но они столь громадные, что ты чувствуешь там себя, в общем-то, ну совсем букашкой. Вот в Пушкинском ты чувствуешь себя соучастником прекрасного. Говорят, когда художник, о котором у нас сегодня пойдет речь, был еще совсем мальчиком, то он был совершенно меланхоличным ребенком, никуда не спешил, вообще ничем особенно не интересовался и больше всего не любил ходить в школу. И все норовил из нее удрать. А когда ему это удавалось, то он обязательно приходил на берег реки, садился на бережку и мог часами наблюдать, как течет река, как в ней отражаются бегущие облака. И, собственно, никаких амбиций у него особых не было. Так, в отдаленном будущем он думал, что, возможно, станет пироженщиком, поскольку на его родине, в Матаринбии, как раз кондитеры были очень в цене. Но он для этого ничего не делал особенного, да, собственно, и не успел. Когда ему исполнилось 10 лет, умер отец. И мальчик оказался в услужении у одного римского художника. Ну и здесь с мальчиком ничего особенного не произошло, и глаз у него каким-то интересом не загорелся. Он так и пребывал в полусонном состоянии. Только раньше он смотрел на воду в реке, а теперь он смотрел на воду в тазу, в которой мыл кисти. Что говорили ему, то он и делал. Говорили ретушировать картины, он ретушировал. Говорили растирать пигменты, он растирал. Говорили мести пол, он мел. И, собственно, для него ничего, по большому счету, не изменилось. Но дело в том, что хозяин этого мальчика, этого маленького слуги, он был не только художником, он еще и занимался торговлей картинами. И ему частенько привозили из разных других городов Италии посылки с этими картинами. И вот однажды пришла такая посылка из Неаполя. И мальчику-слуге было приказано эту посылку разобрать. И он ее также, не выходя из полусонного состояния, медленно и вяло разбирал. И вдруг увидел картину, занял и проснулся. И после этого он бросил все. На какие-то гроши, которые успел скопить, отправился в Неаполь, нашел художника, а не Валитанского, чья картина его поразила в самое сердце, устроился к нему учеником. Он тут же продемонстрировал невероятный талант, упорство, горение глаз. И если верить этой легенде, то именно в этот миг и родился выдающийся французский пейзажист Клод Лорен. И, собственно говоря, вот это, наверное, многочасовое, многодневное, многолетнее наблюдение за природой и сделало Клода Лорена тем художником, который в некотором смысле лечит, умиротворяет, приводит человека в гармонию с самим собой. Поэтому его картины и, в общем-то, называют картинами целительными, потому что, конечно, ничто не приводит человека в такую гармонию, как созерцание, длительное созерцание природы. Так что, очевидно, совсем не случайно, именно раем земным увиделись однажды бесконечные лореновские небеса и воды персонажу романа Достоевского «Подросток» Андрею Петровичу Версилову, что бежал от раздиравших его противоречий в Европу и исцелился только в пространстве безмятежного покоя Лорена. Не часто, но вырывается из своей собственной жизненной круговерти к умиротворяющему Лорену и представитель прославленной российской династии – поэтов, художников, режиссёров, актёров, сценаристов и продюсеров. Сам режиссёр, актёр, сценарист, продюсер и магистр истории искусств Кембриджского университета Егор Андреевич Кончаловский. Мне кажется, что люди 17-18 веков, не живя в таком интенсивном мире, в котором, к сожалению или к счастью, живём мы, имели возможность в гораздо большей степени оценить качество света, качество солнца, качество солнца на рассвете, на закате, вот эти вот нюансы с морем. У них была возможность созерцать это, точно так же, как Холст Лорен имел возможность сидеть на берегу и тоже смотреть на море от рассвета до заката. Современники Лорена находили, что его кисть оказалась подвластна даже то, что невидимо – сам бесцветный, бесплотный воздух. И дружно стали величать лотарингца мастером суточного цикла. Поскольку практически ни один холст Лорена не обходится без солнца. Именно солнце есть суть концепции неповторимых пейзажей Лорена, чья ведущая тема – свет, при помощи которого Лорен и в прямом, и в переносном смыслах вывел пейзаж из тени. Во времена Лорена правил бал исторический жанр, а пейзаж, как жанр самостоятельный, был в загоне. Дело в том, что его эпоха, она считала, что намного труднее писать человеческие фигуры, а вот пейзажные фоны очень-очень просто. Но именно Лорену принадлежит честь того, что он сломал этот пагубный стереотип. И причем сломал по-своему, по-лореновски. Что делал Лорену? Он, конечно же, тоже писал эти фигуры и вписывал их в свои пейзажные холсты. Но он изначально делал паритетными и фигуры, и пейзаж. То есть, если другие художники фигуры вытягивали по первому плану и на них, конечно, оттягивали внимание, то Лорен постепенно начал выдвигать именно пейзаж. И самое интересное, что его заказчикам такая неналязчивая подача очень-очень понравилась. Отныне все работы Лорена просто шли на расклад. А Лорен каждый раз, когда отдавал свою работу очередному заказчику, он обязательно говорил, что продает он только пейзаж. И деньги берет только за пейзаж. А вот фигуры людей – это так, бесплатно, удовесно. Вот здесь, на этой картине «Битва на мосту» мы видим, что центральное событие этой картины написано, в общем-то, на очень, в таком, достаточно общем плане. И не является центральным в этой картине. Если убрать эту битву на мосту, то, в принципе, мы имеем дело с очень идиллическим, приятным, красивым, каким-то итальянским и очень эклектичным, на мой личный взгляд, с точки зрения живописи, вечером, который не возбуждает никакого там ощущения агрессии, ощущения войны, смерти, крови. Мне кажется, что Клод Лорен именно сознательно, в общем-то, сознательно делал, так сказать, человеческие жанровые сцены, любые в своей живописи, вторичными, подчиняя их тем вещам, которым он, собственно говоря, посвятил всю жизнь, А именно изучению, осознанию и конструированию своих неповторимых пейзажей. В отличие от мощных построений своего современника Никола Пуссена, который тяготел к эпическим образом героев на фоне эпических же образов природы, Лорен оказался чувствителен пасторалем древнеримского поэта Вергилия и переложил его песни пастухов языком живописи. А Гёте, в свою очередь, на основе картины Лорена смог вывести формулу идеального пейзажа. Считаю, что Лорен до мельчайших подробностей, изучивший и знавший реальный мир, сделал это знание лишь средством выражения прекрасного мира своей души. Вот эта магия, которую он пытался создать в своих перспективах, мы даже сейчас не можем понять, насколько вот здесь сознательно нарушена художником перспектива, и из-за этого нарушения картина создает некое магическое ощущение. К этому же приему, кстати, прибегали малые голландцы, когда писали перспективы своих церквей, все перспективы их церквей были нарушены. И поэтому, когда ты смотрел на них, появилось такое странное ощущение, как будто ты смотришь на эту картину через какое-то диоптрическое стекло, как камера-обскура. Вот мне кажется, что Клод Лорен тоже очень сильно играл с перспективами. То есть, если бы мы фотографировали этот пейзаж, то пропорции были бы несколько другими. По воспоминаниям друга и первого биографа Лорена, Зандрофта, Лорен старался разными способами подступиться к природе. И когда ему удавалось уловить искомое ее состояние, он тут же темперировал, то есть смешивал краски, согласно увиденному. А потом со всех ног бежал с ними домой, применять к придуманной им картине, достигая наивысшей правдивости, неизвестной до него. Сам я вырос в среде художников, я немножечко знаком с тем, как хорошие художники работают с небом. Допустим, с небом, ну с небом, с морем. Если вдруг появляется какой-то неуловимый оттенок, совершается попытка создать его прямо на месте. То есть замешать краски. Не обязательно это будет эскиз, это может быть просто, так сказать, несколько разных оттенков неба, сверху вниз идущие, которые потом, уже в тишине мастерской, могут превратиться вот в это неповторимое небо. Но не надо забывать, что, как известно, Клод Лорен мешал, смешивал, так сказать, свои ощущения. Раз увиденное где-то небо, могло перекочевать в другую картину, где, собственно говоря, такого неба не было. И как пазл создавал свои картины и соединял в этих картинах несоединимое. В 1636-м, в работе над холстом Кампа Вачина, Лорен впервые воспользовался многочисленными натурными зарисовками для объединения реальных видов в вымышленной композиции. Он наработал такое количество приемов, что его поздние картины стали эклектичны с точки зрения того, что он сажал те деревья, которые здесь не росли, он ставил те здания, которых здесь быть не могло. Он уже создавал свои собственные, если хотите, миры. К примеру, в порте с видом на Капитолий. Рядом с реально существовавшими сооружениями Капитолия и Дворца консерваторов, Лорен ввел на втором плане справа вымышленную триумфальную арку. И вот над этой особенностью Лорена формировать реальный мир по-своему решил как-то раз подшутить его близкий приятель. И вот однажды Лорен, как всегда, выбрал себе кусочек природы, устроился на холмике, перед ним на другом холме рос такой роскошный, живописный куст, на который как раз друг Лорены и обратил внимание. И когда Лорен уходил ночью отдыхать, то друг его начал выкапывать этот куст и все время его перемещать. Ниже, 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 к изножию холма. Потом этот куст начал карабкаться вверх. И когда Лорен уже насмотрелся и ушел писать, то друг Лорены стал, конечно, с нетерпением ждать, где же он напишет этот бродячий куст. И вот пришло приглашение от Лорена, и друг побежал к нему в мастерскую. И каково же было его удивление, когда он этого куста на холсте Лорена просто не увидел. И тогда он спросил, почему ты не написал этот куст? Он ведь просится на твой холст. И тогда Лорен сказал, так я для этого тебя и пригласил. Коль уж ты взялся за это грязное дело выкапывать кусты. Может быть, ты срубишь этот противный дуб, он мне так мешает. А на его место посадишь свой любимый куст. К 65-му уже не было никакой надежды приобрести работу Лорена, поскольку все они оказались расписаны на много лет вперед. Это строки из письма Антонио Руфо, римского агента, известного сицилийского коллекционера, для которого работал сам Рембро. А еще с 1636-го Лорен уже был вынужден делать авторские дубли со своих картин. Дело в том, что в то время, да и в наше время, успешных художников с удовольствием копируют, и копируют по-разному, копируют пиратским способом, то есть незаконно. Вот, Клор Лорен довольно легко и довольно рано решил эту проблему с тем, чтобы не девальвировать качество своей живописи. Будучи замечательным рисовальщиком, он повторял практически все свои полотна, все свои сепи, гравюры и составлял такой определенный альбом, тем самым отсекая вот эти пиратские попытки, потому что и не хотел, чтобы некие малоискусные копиисты за его подписью продавали какие-то не совсем соответствующие его качеству работы. Так и появился уникальный лореновский труд «Книга истины», на оборотной стороне каждого листа которой Лорен ставил номер картины, дату исполнения и имя заказчика. И отныне мог с легкостью улечить даже вполне искусного фальсификатора. Лорен был таким тихим новатором, он все время что-то необычное пробовал. Так, когда ему понадобилась безупречно гладкая поверхность, чтобы наполнить сравнительно небольшую композицию множеством точно выписанных деталей, он исполнил ее маслом на медной доске с напылением серебра. Отрудясь над видом с озером Альбана, по заказу папы Урбана VIII добавил в состав масляных красок медный порошок, дабы сделать цвет непривычным. Практически не применял акварель и пастель. Отдавая предпочтение утонченной сепии и иногда для изображения солнечного света прибегал к белилам серой или розовой гуаши. Нет на холстах Лорена и ярко освещенных фигур на темном заднике, как делали другие мастера. Лорен слегка затенял их на светлом фоне. Использовал прием сжатия картинного пространства кулисами. А все композиционные линии сводил в центре, чуть выше линии горизонта, в точке схода которого весь предметный мир Лорена растворялся в потоках света. Этот прием так и называют лореновской анфиладой света. Изменчивые же оттенки моря передавал при помощи пигмента синего ультрамарина, что изготавливался на основе ляпис-лазури, достаточно дорогого по тем временам полудрагоценного поделочного камня. Величайший английский живописец Тернер был невероятно восхищен творчеством Клода Лорена. И, между прочим, сегодня, мне даже кажется, что есть, например, в Великобритании, есть музейная традиция вешать их рядом. С тем, чтобы можно было понять, насколько эти художники близки, кто на кого повлиял. И в данном случае Тернер признает, что Клод Лорен повлиял на него. Хотя у Тернера гораздо более экспрессивная, гораздо более импрессионистическая и, можно так сказать, абстрактная живопись. Но все равно Лореновские мотивы угадываются в живописи Тернера. Точно так же величайший английский художник Констабл, совершенно иной художник по своей натуре, по своему характеру, по манере подачи, тоже, как оказывается, очень сильно находился под влиянием Лорена, хотя их картину очень трудно сравнивать, потому что мне кажется, что Констабл, он такой жесткий, достаточно агрессивный, и в нем присутствует огромное количество тревоги. И эта тревога, вот даже если мы возьмем эту картину «Битва на мосту», вот этой тревоги, это «Битва на мосту», но этой тревоги в этой картине нет. И мне кажется, что в этом и есть, в общем-то, какой-то фирменный знак, фирменный стиль Клода Лорена. Лореновская манера исполнения кажется легкой, но на самом деле он работал очень медленно, почти мучительно, сам говорил, как прорастает дерево. Кстати, сохранилось около двухсот эскизов только деревьев у Лорена. Треть из них одиноко стоящие. Рисунки выполнял на белой, голубой или слегка тонированной бумаге, пером, кистью, бистром, черным мелом. Контуры ствола и ветви Лорен всегда исполнял пером. Вместо белил оставлял неокрашенные фрагменты белой бумаги. При работе с листьями использовал метод произвольной штриховки. Для создания тени прибегал к помощи ланцета и китайской туши. И каждое дерево Лорена можно с легкостью распознать по виду. А одна из особенностей фирменного стиля Лорена – вариации. Он делал их со своих картин под заказ, но идентичных практически не найти. И почти половину его наследия составляют парные работы, так называемые пандамы, что в переводе с французского означает «в дополнение». Нетрудно, в общем-то, увидеть, что они достаточно симметричны. Они делались в паре, хотя сюжеты совершенно разные. В общем, в принципе, им следовало бы висеть, наверное, рядом с тем, чтобы одно полотно продолжало другое. И об этом говорит, в общем, и колористическое решение об этом говорит, об этом говорит и линия горизонта. В общем-то, собственно говоря, их можно было бы соединить, и получилась бы одна большая картина, хотя сюжеты совершенно разные. Пейзажи Лорены никогда не бывают пустынны. Но настоящие герои, к примеру, лореновского похищения Европы, отнюдь не Европа, а маленькие фигурки, расположенные дальше второго плана и написанные самим Лореном. Оттого и не вносят они ни шума, ни суеты, не оттягивают на себя внимание, не заглушают вкратчивого шепота листвы и упорного бормотания волн. Но их присутствие ощутимо. Лорену явно необходимо, а сам он никогда не рвался писать красивые фигурки. Его привлекала естественность. Если бы эта картина писалась в другую эпоху, и если бы эта картина писалась другими художниками, то, конечно же, бык и Европа, и сам факт похищения был бы центральной частью, центральной сюжетной частью этого полотна. Как мы видим, у Клода Лорена относительно площади полотна, в общем-то, сам сюжет занимает не так много места, и мифологическая пафосность этого события, она, в общем-то, изображена довольно бытовым способом. И бык, в общем-то, не производит впечатления особенно там агрессивного животного, да и Европа тоже чувствует себя не очень плохо, все спокойно, как-то обыденно и организованно. То есть ощущения великого мифического события, его нету в этой картине. Лот-Желе по прозвищу Лот-Рингец был третьим или четвертым ребенком в зажиточном доме крестьянина Жанна-Желе. Он родился в Лот-Рингии, которая в то время была независимым государством, лишь только в XVIII веке присоединилась к Франции. У Лот-Рингии были очень сильные связи с Италией. И, собственно говоря, довольно в юном возрасте, там, по-моему, 15 лет, Клод Лорен оказался в Италии. И, собственно говоря, с этого момента начался его роман и с итальянским пейзажем. То есть в общей сложности он провел в Риме более 50 лет и почил в этом прекрасном городе. Арендовал жилье в интернациональном квартале, где и прожил до конца своих дней. В 1933-м был принят в Академию Святого Луки. Знаковую роль в его судьбе сыграл кардинал Гвида Бентиволья. Заказал два пейзажа и показал их папе Урбану VIII. И с того времени, как свидетельствует еще один прижизненный биограф Лорена Антонио Бальдинуччи, папы-кардиналы, а затем и принцы крови принялись усердно посещать мастерскую художника. В 1943-м Лорен стал членом элитарного римского художественного объединения «Союза виртуозов». Но на самом деле всегда предпочитал одиночество светским развлечениям. Слыл добрым, набожным человеком, не знавшим иных наслаждений, кроме живописи. Даже на пике славы, так и продолжал жить тихо и скромно, упорно занимая только второстепенные должности в Академии Святого Луки. И каждый раз, отклоняя предложение, повысится. Приблизительно с 40 лет Лорен начал страдать подагрическими болями. И в 1963-м, когда его свалил такой силы приступ, что он решил, не выкарабкаясь, пригласил нотариуса. Составил завещание, в котором не забыл ни одного слугу и полностью обеспечил будущее своих родных. Правда, судьба оказалась милостива. Лорен жил и трудился еще почти 20 лет. Но годы и изматывающий недуг однажды все-таки умерили возможности художника. Писал он все реже. Так за 1969-й год в книге «Истины» значатся всего две картины. Под 1971-м и вовсе одна. Те картины, те полотна, которые вышли из-под кисти Клода Лорена, во многом, наверное, являются продолжением его характера. Потому что Клод Лорен был человеком достаточно мягким, по-своему, пассивным, без каких-то, так сказать, безумных амбиций, которые, например, были у Дюрера или которые были у Рембрандта. Но он вырос из пейзажа. На мой взгляд, это большое достижение. Потому что пейзаж, в общем-то, был на самой низшей ступени, так сказать, благородного искусства. Лорен смог сделать этот жанр, смог сделать модным, востребованным. В этом для меня ценность этого художника. А последняя его работа – пейзаж со сканием, стреляющим в олени, в котором Лорен так и не посмел оборвать стрелой оленью жизнь. Хотя сама легенда это подразумевала. Холст был заказом неаполитанского патриции и военачальника Лоренца Анофрио Колонны. Год написания – 1682. Год смерти Лорена. Клод Желе, уроженец Лотарингии, был похоронен в Риме в церкви Святой Троицы. Италия стала ему второй родиной. Остроки Вергилиевской иноиды – достойные дара и трудов Лорена – эпитафии. Счастлив тот, кто мог все тайны природы достигнуть. Он повлиял на очень многих и многих не менее великих живописцев. И эти не менее великие живописцы, наверное, сказали бы, что в нем прекрасного гораздо лучше, чем я. Лоренца Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова